Пусть будет, а там дальше посмотришь, выставлять, не выставлять, давать, не давать, дальше на всем просматривать. Но в любом случае это может быть, получится очень хорошо и будет жалко, если ты не запишешь. Да, я уже поставила на это самое, сейчас я разделю экран и покажу, что я сумела подготовить, потому что надо было это все так, powerpoint. Вот с самого начала, что я говорю, когда человек заходит в клуб, он должен сам определить свои цели, определить свои цели и понять, что для него важно, почему он сюда пришел, что его сюда притянуло. Путешествие со скидком по условиям для членов клуба, стать безоплатным членом клуба, получать дополнительный доход или получать полноценную зарплату в клубе. Эта публика уже меня замучила. Или получать полноценную зарплату в клубе, достичь высоких лидерских бонусов. Работа в клубе, чтобы была как основная деятельность. Я вам расскажу по моему примеру. Мы все зашли в этот клуб, каждый со своими целями, как я говорю, вот сейчас определились. Ирина, я, мы все почти в одно и то же время зашли. У Ирины большой был опыт в интернете. Она владеет английским языком. Она обладала многими программами и готовила все это. Для клуба все приготовила Ирина. Все в видеоформате было с самого начала. Это ее была способность, ее ценность. И она вот это все делала. Ольга, она по специальности актриса. И она умела красиво рассказывать. Она умеет красиво. Это ее ценность. Она проводила у нас вебинары. Вот люди основались, полностью поняли, как им надо двигать свой бизнес. Кто опирается на свои ценности и свои цели. У Оли не было работы постоянной. Она занималась только этим. Ирина тоже. У меня была другая цель, потому что у меня была, я живу в Италии, я сама жила. Мне надо было платить за квартиру, и я работала. Поэтому, зайдя в клуб, я понимала, что я буду заниматься клубом в свободное для меня время. Что у меня не будет времени, так как у девочек будет. Они проводили вебинары, я не могла попадать на эти вебинары. А если я посылаю человека на вебинары, где полно народу, мне, это было для меня все новое. Надо было сразу после вебинара, кого ты посылаешь на вебинар, сразу получить ответную реакцию. Было он на вебинары, что он услышал, чтобы он понял, куда он пришел, что ему непонятно. Уже надо было с человеком беседовать. Поэтому я для себя понимала, что я работу оставить не могу, у меня время ограниченное, я буду заниматься клубом, насколько смогу выйти с ранга на ранг. Я сразу для себя решила. Первое у меня было задание – это выйти на безоплатное членство. Вот это, что у меня было. И если я сейчас… Плохо, что у меня сломался компьютер, потому что у меня есть скриншот именно с нашего чата, где Ирина меня поздравляла. Что, Алла, поздравляю, у нас Виталий первый безоплатный член клуба. Это было 5 августа. А, скажи, пожалуйста, когда ты закрыла безоплатное членство? После какого периода? После месяца я закрыла. Молодец. А я немножко расскажу о себе. Можно? Да, давай. Раз ты меня уже пригласила сюда. Конечно, давай. Значит, смотрите, девочки, спасибо вам, что вы с нами. Вот, вижу, люди зашли. Это замечательное первое такое обучение от Аллы Ющенко и меня, Ирины Ародис, которые она меня пригласила экспромтом. И думаю, что у всех у вас все тоже получится, так как у нас тоже не все сразу получалось, и далеко не все, и все было намного труднее. Скажу о себе, что я, например, закрыла бесплатное членство на третий месяц после того, как я начала бизнес Винкрузис. Вот. И почему не так быстро? Потому что, ну, я начинала первое, как вам уже рассказывала вообще, да, после основания клуба и на английском, и месяц все переводила. И я еще полгода работала в другой компании. То есть я тоже не работала сразу только в Винкрузис. Почему? Потому что в другой компании работала до этого уже два с половиной года. И это было Амазон Эбэй, там было много тоже тренингов вела, обучений, продаж. И я не собиралась его оставлять. Я думала, что это у меня будет на всю жизнь. Но пришел Инкрузис. Это то, что мне очень нравилось, то, о чем я мечтала. И я загорелась этой мыслью. Я просто начала здесь работать, потому что это меня поглотило. Это было мое. Но оставить свое то, что я уже надела, я не могла за один день. И я полгода еще работала на две компании. Просто думала, что я буду тянуть вот эти две компании или работать параллельно. И пока вот я создавала бизнес Инкрузис, я не оставляла шесть месяцев еще свою бывшую компанию, также с ней параллельно шла. Поэтому меня тоже медленно шел процесс. Плюс еще только первые люди заходили вот в то время. То есть через месяц после меня зашла Оля наша, первый партнер, потом другие потихонечку начали присоединяться. И вот мы начали делать первые вебинары и разговоры в скайпе. И это все, конечно, было тогда намного труднее, чем сейчас. Сейчас у вас всего очень много. И в кабинете Инкрузис, и на ютубах-каналах, и всего более чем достаточно. Просто вам нужно делать все эти первые шаги, о которых Алла говорит. И я на третий месяц закрыла бесплатное членство, потому что сказала себе, вот не буду спать и есть, пока я не закрою это бесплатное членство. Вот на третий месяц я пригласила пять человек, потому что поставила цель. Вот, так что у каждого она своя, когда вы этого пожелаетесь. И сильно поставите перед собой цель и решите, что все, я сейчас только здесь концентрируюсь. Я сейчас быстро самообучаюсь и делаю первые шаги. Я понимаю, что такое Инкрузис, для чего он нужен, что здесь основное мы даем людям. И быстро обучусь для себя, что я должна рассказать людям, и где показать пальцами или послать, чтобы они посмотрели на себя. Вы также закроете ваше бесплатное членство, когда вы перед собой эту цель поставите и дойдете до нее сами. Все, Аллочка, спасибо. Теперь продолжай. Да. И вот, исходя из того, что у меня времени было мало, я для себя выбрала другой путь общения вот с моими потенциальными клиентами. На то время я использовала только Skype. Для меня это было выгодно, потому что я делила экран, и я выучила, что я понимала. Я выучила все план маркетинг, потому что план маркетинг у нас очень щедрый и вообще не похожий ни на один план маркетинг. Вы должны вот это все знать, стороны нашего бизнеса. Самое главное то, что мы даем людям быстрые заработки. Ни в одной компании этого нет. У нас совсем по-другому. У нас членство. Об этом, если я не буду повторяться, потому что тот, кто ходит на тренинги наши, которые идут по вторникам, там все расписано было и рассказано. Вы можете зайти еще раз в кабинет и еще раз послушать этот тренинг, где Майкл именно с Людмилой рассказывают, как правильно преподносить наш Incruzis Club и такой компанией, как World Ventures. Там вот эта компания была. Да, Алла, ты можешь показать нашим слушателям, партнерам, где находится в кабинете вот это обучение? Потому что я вижу, что многие просто не знают, не ориентируются в кабинете, независимо от того, что есть даже мои видео по всему кабинету, где что есть. Если нужно, берите мое видео и пользуйтесь. Но покажи нам сейчас, где находится... Вам видно кабинет, да, мой? Видно, замечательно видно. Так, я сейчас нажму. Вот, вы заходите в документы. Да, у тебя тут на итальянском, но... Да-да, сейчас подожди. На русском себе, на ресурсы. Ресурсы документы у меня слетело. Я на Илонином компьютере, и поэтому у меня сегодня просто... Сейчас мы зайдем, и я вам посмотрю ресурсы. В документы мы сейчас зайдем. И заходим в документы, выбираем здесь. А, я заходим в язык, сразу выбираем русский. У меня тут стоит итальянский. Тут намного меньше информации. Вот даже на этом посмотри. И в документах мы выбираем тренинги. Так, тренинг. А, вот с правой стороны тренинг. И вот последний тренинг, вот было 30 апреля. Вот есть тренинг от сентября. Вот мы выбираем русский язык. Все время надо переставлять язык. Вот тебе надо. А кто поставил изначально в профиле русский, у него все будет на русском языке. Да, это мне, наверное, надо все время переставлять. Ну, пожалуйста, вот за 7 мая заходите и слушайте вот этот тренинг. Чтобы я не повторялась. Потому что вы можете его слушать, остановить, еще раз назад вернуться. Это все есть в нашем кабинете. Если бы мне дали с самого начала, как я пришла в Винкрузис, это просто фантастика. Нам ничего. Ира сама знает, как это было тяжело переводить. Она переводила на русский, а я еще и на итальянский селоны переводили. Потому что у нас, нам еще тяжелее работать, потому что мы живем в такой, в другой стране. И те русскоязычные миграции, которые здесь вот в Италии, она совсем другая. Не то, что вы живете дома, вы находите своих друзей, знакомых, с которыми вы работали когда-то, с которыми дружили ваши семьи, с кем-то дружили, вы кого-то на ходе. Я попала в среду совсем людей, мне незнакомых. Это очень тяжело, когда ты вживаешься. И потом на работе целый день ты общаешься с иностранцами. Совсем другой менталитет. Даже в той же Италии, там, где я работала в Алтуадиче, там еще и другой язык. Там еще и немецкий язык. И вот я хочу еще раз вернуться вот к тому, с чему я говорила, да. Вот я сейчас открою вот это. Сколько времени вы можете уделить клубу? Это очень-очень важно. Потому что я вам скажу, что я понимала, что я, чтобы выйти мне на высокие ранги, так как вот Ирина, другие, у них было время, да. Даже Ира говорит, что у нее была еще другая компания. Это тоже отнимало время. Ей жалко было оставлять с самого начала. А я работала. Мне надо было, чтобы кто-то платил за квартиру, меня содержал. Я этого не могла себе позволить. Поэтому я себе поставила цель, что я буду развивать инкрузы, свободное для меня время. И вы сами видите мой результат. Я не профессионал. Я не была сетевиком профессиональным. Просто мой энтузиазм и то, что я выучила все о компании. Я его просто рассказывала о клубе с любовью всем. Я просто делилась всеми теми наработками, которыми я вот изучила по нашим роликам, по роликам Ирины. Я сама не могла участвовать вот в Ириныных презентациях или в Ольгиных. Потому что у меня была работа. Или я работала с утра, или после обеда, или ночь. После ночи я не могла. Это физически. Это надо понимать человеческий фактор. Ты не можешь все. Что я делала? Я записывала с Ютуба, скачивала презентацию Ольги себе на телефон. И пока я ехала в машине, я ее слушала. Мне не надо было ее смотреть. Мне надо ее просто на слух, не просто закачивала со слайдом. Я просто на слух. Я ее слушала, эту презентацию, 10 раз, 20 раз, 30 раз. Потому что мне самой тоже надо было понимать план маркетинга. И еще открывала слайды, которые есть на нашем, которые были у нас слайды. Именно в кабинете. Уже Ира начала загружать документы. Уже все это начало появляться. Вначале у нас ничего не было. У вас полным-полно. И я вам покажу, как люди из того, что у нас наработанного, как можно создать вот свой бренд и свой к себе людей. Притянуть себе в команду людей из того, что уже наработанное. Вот просто... Да, Аллочка, покажи, пожалуйста, еще в кабинете, раз ты там раздел им, где смотреть нашим партнерам документы, ресурсы. То есть все, где можно, они могут слайды себе поскачать. Вот, да. Да, вот здесь мы скачивали тогда все вот это. Это легальные документы. У меня этого не было, то есть я только постепенно это переводила. Вот я сейчас скину сюда чат, могу, да, видео по кабинету мое на русском языке, да, кому нужно. Да, может, кто-то не знает, как вот пользоваться. Этого не было. Ира создавала для всех, и это все бесплатно. Ребята из Казахстана правильно сделали. Вот я вам покажу пример. Они создали просто... Вот Олег создал тап-линк, который... Это сервис в интернете, это сайт. Каждый может себе зайти, купить его. И они закачали все видео, которые... Которые видео, которые делала Ирина. А первые видео, это были их видео, ихних лидеров видео. Все, больше ничего. Каждый из нас может это сделать. Вы сделаете свое представительное видео, если вы хотите развиваться в интернете. И так же само заполните вот эти все шаги. Не надо изобретать велосипед. Они не изобретали ничего. Если вы нажмете здесь на этот тап-линк, вы увидите здесь все те же... Вот, то, что мы все бросали за это время в наши чаты. Это ничего не скрывалось. Нигде. Это все есть в интернете. Вот в Evernote это тоже... Это тот же самый, тот же сайт, в котором тоже все есть. Это все видео Ирины. Вот, как создать персональную ссылку. Как зарегистрироваться. Как можно из того, что есть, создать что-то свое. Вы здесь можете... Вот, в обязательном порядке. Это все сейчас. Я вот посмотрела, вот, как делают... Жалко, что я с другого компьютера. Тут нет телеграмма. Если вы зайти в телеграмм и в этот турбо-марафон, там чему учат? Вот этим всем шагам. Ребята, ничего другого никто вас не научит. Запомните раз и навсегда. Вы должны обучаться сами. Я не могу вам в голову вставить это. Вы должны это... Это все основа основ. Просто каждый уже по-своему своими словами рассказывает. Да. Покажи еще, Аллочка, где курсы в кабинете, которые им надо после регистрации обязательно пройти. Вот, я понимаю, что это первые шаги, которые тоже... Компания создала очень хороший материал. Видеокурсы. Вот в центре... Вот на русский язык. Я думаю, ты переводила тоже на итальянский эти курсы? Есть они на... Да, да, есть. Илона переводила. Вот Илона переводила. Поэтому... На итальянском. Такие же есть они. Я не хочу сайт все время переводить на русский язык. Потом письма приходят. Хорошо. Я послала видео тут на русском языке обучающие по кабинету. Пусть посмотрят и тоже все сами поймут. Ребята, нету вот такой волшебной палочки, что вы вот сейчас зайдете в марафон, и вы достигнете результата. Вы не подготовлены. Вы ответьте вот на эти вопросы, которые я вот сейчас вот... Вот этих два слайда, которых... Ира, видно их? Которых я написала. Вы определитесь. Определите свои цели в клубе. Вы, когда заходите в клуб, мы даем план маркетинга. Презентация идет. Где мы говорим? Условия клуба. Если ты становишься членом клуба, ты готов путешествовать. Ты заходишь сюда надолго. Ты путешественник. Ты хочешь увидеть весь мир. Значит, ты должен каждый месяц перечислять на свой счет 100 долларов, на свой счет. Никому. Запомните. Уберите это слово платить. Вообще вы никому не платите. Вы просто запомните это слово. Перечисляю на мой счет круизный. Где я потом со скидкой возьму себе круиз. Выберу с какой страны, на какой период. Все это выберу. Это вы должны определиться. Если вы хотите стать безоплатным членом клуба, вы должны исходить из того и понять, насколько вы грамотны в этом деле, насколько вы сумеете это сделать, какие ваши ценности, чем я вот то, что я говорила. У Ирины ценность огромная, то, что она умела делать все вот это, объединить. Она умеет говорить, она делает презентации. У нее был опыт и практика. У Ольги была другая практика. Она рассказывала как сказку про инкрузис первые. Вы зайдите на наш канал в Ютубе, и вы услышите первые презентации Ольги. Какие они были? Они были завораживающие. Я когда ее слушала, я думала, я никогда так не расскажу. Я не смогу это. Мы проводили, у нас были дни круизера. Был день круизные дочки матери. Показать сейчас этот канал, где он находится, чтобы люди видели. Где наш русскоязычный канал? Можешь или мне скинуть его? Ирочка, скинь ты, потому что я в Илонином компьютере. Хорошо. И поэтому мне тяжело. Мне надо, не знаю, завис. Не открывается полностью. Хорошо, я скину сюда в чат. Сейчас найду. Из опыта. Вы смотрите из опыта. Что каждый может. Только нужно рассказывать. Все. Самое главное, что в этом, чем привлекают люди в сетевом маркетинге? Тем, что они делятся своими впечатлениями. Насколько вы полюбите свою компанию, настолько вы будете успешны. Если вы не любите, если вы пришли просто сделать и думаете, что здесь матрица, какие-то деньги отсюда валятся, закройте, поставьте на себе крест на этом бизнесе, и все, у вас ничего не получится. Потому что у вас перед глазами только будут деньги. А вам надо думать о том. Я думала о том, что у меня... Ну, вы представляете, какая это красота, когда ты с человеком поделишься вот этим круизным клубом. Он через время едет в круиз или вышел на бесплатное членство. Он тебе звонит. Он тебя благодарит. Он увидел мир. или сделала подарок маме, или детей своих вывез. Это удовольствие. Это нужно любить. Аллочка, я думаю, чтобы они полюбили, если наши еще партнеры, новички не были в круизе, им нужно понять немножко, что такое круиз. Ты можешь рассказать о нашем первом круизе, в котором мы, вот первые наши 12 человек поехали, и был Майкл, которого мы там все очень ждали, чтобы увидеть. Я помню, когда я вот начинала клуб, и мне пришла просто информация, да, на e-mail из Америки. И так как я это очень любила, круизы уже рассказывала, что это была моя стихия, и плюс мечта о том, чтобы такой бизнес был в круизной интернете. И я просто сама начала это все изучать и переводить без чьей-либо помощи или консультации, без какого-либо спонсора. И только через месяц я это все послала, через несколько дней послала это все в компанию, присматриваясь. Я не приглашала вообще людей месяц, никого. Почему? Потому что я хотела создать для будущей команды нужные видео, которые помогли бы им легче понять, что такое круизы, что с этим делать, вообще как здесь можно работать и зарабатывать деньги. И самое главное, что я хотела понаблюдать, будет ли эта компания правильно себя вести, не обманет ли она нас, что это за компания. Поэтому я не спешила приглашать. Вот я выставляла на YouTube мои видео и наблюдала, слушала вебинары Майкла. Я с ним не была знакома тогда еще. Это был февраль месяц 2016 года. И просто Оля Артниченко на моем YouTube увидела мою первую презентацию, как она меня знала с другой компанией, как спикера. И так как у нее когда-то была своя турфирма, ей это все очень понравилось, и она мне позвонила, вот и тоже полюбила, влюбилась, как и я, в этот клуб, и решила здесь работать. И мы вот начали вместе с ней. Затем пришла Нелли Плингер, затем пришла ты, Алла Ющенко, и другие наши первые вот ласточки, которые были, ну, я считаю... Нет, Нелли пригласила я. То есть пришла ты? Да, да, это моя. Нелли, да, Ольга Иванова, которая Оля Артниченко. То есть вот наши первые люди, ну, сейчас я люблю всех наших партнеров, но вот самые первые, это самые дорогие для меня, потому что мы вместе тогда как бы уже это развивали и через себя все проносили. Вот эту любовь, она оттуда привита. Почему никто не ушел, да? Прошло три года, а вы все здесь. Потому что именно тогда мы больше всех это перестрадали, через себя пронесли. Правильно? И поэтому мы к этому уже настолько, как бы, полюбили. И после того, как я послала эти видеокомпанию, вышел Майкл со мной на связь. Вот с тех пор, да, мы с ним познакомились и потом уже как бы общались уже вместе с нашими лидерами через скайп с ним. Но все равно было очень еще, знаешь, такое у меня тревога внутри, хотя много про Майкла прочитала и уже узнала и другим рассказывала на моих тренингах. Но дело в том, что я все-таки хотела его увидеть. Ты понимаешь, что когда увидеть людей, ну, посмотреть им в глаза, ты понимаешь намного больше, чем когда ты просто их слышишь. Где-то там в телефоне. Это точно. Я когда приехали на вот это первое... Именно расскажи сейчас ты, я тебе передам слово. Когда вот этот первый круиз Барселоны у нас был в 2016 году, в октябре месяце, это мы как раз все первые поехали. И там у нас была первая встреча с Майклом. От этого многое зависело, будет ли этот клуб дальше работать. Вот расскажи сейчас твои впечатления об этом комитете. Я когда пришла в клуб, сразу у меня был круиз до клуба, поэтому я уже... У меня была идея, вот зародилось вот такое вот желание повезти своих внучек, первый их в жизни круиз подарить. Им тогда было 5 лет, и я подумала, что вот когда меня не будет, вот что они вспомнят. То, что даришь там им подарки, это все забывается. А вот впечатления, эмоции, они их пронесут на всю жизнь. И вот я поэтому, когда у меня первый был круиз не от Инкрузис, а просто я поехала, и я когда увидела, как шикарно это с детьми отдыхать, поэтому я в Инкрузис зашла, просто влетела. Я даже не думала 2-3 раза. Меня привлекло то, что я могу по накопительной системе накопить себе круизные доллары и поехать в круиз. И еще могу и выйти на безоплатное членство. Поэтому мне не надо было что-то другое рассказывать. Меня интересовало только все, как говорит Ира, знать о компании. И поэтому, когда я зашла в компанию, пригласила первых пятерых, и после первых пятерых я уже пригласила Нелю Плингер, она зарегистрировалась, потом на неделю исчезла. Я думаю, как? Она хотела выйти на безоплатное членство, и тут она пропала. И тут она мне на WhatsApp пишет, что она попала в больницу. Алла, я не только хочу на бесплатное членство, я хочу подписать 10 человек до конца месяца. Потому что кто подписывал 10 человек за месяц, свой первый месяц в компании, тот попадал на вот этот круиз, бесплатно на вот этот наш круиз. Помнишь, Ира, было у нас такой промоушен у Майкла? Да, Майкла тогда нас делал с учредителями круизного клуба «Инкрузес». Да. И дарил нам круиз. Да, это дарил нам круиз. Не первый, а дарил нам второй круиз в Майами, который был в первой конвенции клуба. Это уже мы во второй круиз поехали. И это один из партнеров моих, который именно начал действовать, Нелли. Мы вдвоем вот начали думать, как нам попасть вот на этот круиз, потому что мы только зашли. У меня уже были круизные доллары, у Нели не было. Она начала их зарабатывать за месяц, чтобы мы могли попасть вот на круиз, который был в октябре месяце. И мы все-таки поехали на этот круиз, но до круиза Майк должен был приехать в Прагу. Так как я работала, я не могла поехать в эти дни. А Неля все-таки, Неля говорит, мне недалеко от Берлина, я поеду. И вот у нее первое знакомство с Майклом было в Праге. И она нам все это рассказывала, какой у нас президент и все. И когда я уже прилетела в Барселону за день раньше, мы попали на презентацию испанскую. И я там слушала презентацию, Франк Година рассказывал об инкрузис и говорила о Майкле. Он говорил на испанском языке, но испанский, итальянский он похож. Я все время знаю, что он подчеркивал слово, что он очень уманный человек, гуманный очень Майкл Хатчессон. И мы когда зашли, конечно, он подошел к нам. И это была просто первая встреча вот такая с нашим президентом. И потом это было уже в нашем круизе. Круиз, конечно, это просто шикарно, когда ты встречаешься с людьми, с которыми ты в интернете. У нас у всех одна идея была. Мы были просто... Огромные корабли. Кто-то был первый раз, кто-то второй раз. У каждого своя, как говорят, есть история. Но это был... Это видео, нашу первую встречу на круизном корабле. Скину сюда. Ты можешь поставить сейчас там? Да, сейчас я попробую. Сюда кидаю. Как раз мы там, пока ты там выставишь, я договорю твои слова. Наша первая встреча. Вот именно это было замечательно, потому что мы еще никогда не виделись, но мы уже вот так вот работали какое-то продолжительное время, там 5-6 месяцев, вместе через вот скайп, через наш мессенджер. И так же сейчас мы обращаемся к вам, наши новые партнеры. И уже как бы мы погружились, но заочно. И тут мы встречаемся первый раз в круизе. Это было настолько трепетно, настолько волшебно, настолько мы готовились, что вот я даже сейчас вспоминаю, и мне плакать хочется, да? Не знаю, от радости. Так вот как родные люди. И это видео здесь запечатлено, когда я зашла на корабль первый день искала глазами, где же вы там есть, да? Где же я вас найду? Там было 16 этих этажей или 19 этажей, и на последней палубе танцевая пятка, и бассейн большой, как раз должен был корабль отчаливать. И вот там сделали, включили музыку, сделали танцы общие. Тут я вижу, Нина влацовала. Юль, я танцую. Те, кто были фотографии, видела. Вот посмотрите это видео. Да, это первое. Мы расключаем. Мы танцевали. Немножко мы тормозим сейчас, но я тоже скинула, а потом попробую. Это было очень интересно. А потом, я помню, мы искали Майкла. Если тормозит, видно, у тебя немножко тормозит. Связь, если показываешь. Вот, Нина влацовала, да, тоже наш первый. О, Неля. Неля. Я где-то там садилась. Ну, смотри, ты. Ласка на этим видео, я вижу. Вот, Ольга Иванова. Вот, первый раз. Увиделись. Майкла, я помню, мы ходили с Викамой еще, Бокова была, когда со мной стоюз. Мы ходили, искали вас. И вот, и такая еще. Вот, поднимали сюда, на эту палубу. Я вижу, Майкл выходит. Ага. Вот, это я с Аллой. Слышно, слышно. Вот, как мы обнимались с Майклом, где-то, мы еще фото увидели. Случайно, причем с ним возле лифта встретились, а он меня узнал. Первый говорит, о, Ирина Аронец. Я говорю, о, Майкл Хатчессон. Потом нашли вас, и мы все вместе уже ужинали, да? Да, это классно. Вообще, для некоторых было, я говорю, первый раз, а для меня уже было, я просто купалась в этом. Мне так это все нравились, круизы, потому что после первого круиза было столько впечатлений, и тут не прошло полгода, как я попала вот в круизный клуб. Это для меня просто сказка была. И эти семь дней, они так пролетели быстро, и обучение у нас там было, Майклом нам проводил. Мы его все время спрашивали, Майкл, откуда вот такие бонусы у нас? Для нас было это необычно, что вот безоплатное членство после всех сетевых компаний, где я вот была, где были. Нигде. Это я впервые вот встретила, что тебе в течение года, за год дают 1200 долларов. Это деньгами дают? Это уже, вот вы поставьте на депозит 1200 долларов на год, вы получите через год в банке такие деньги? Вот скажите мне, кто из вас получит эти деньги? Плюс это не только деньги, это же удовольствие. Это удовольствие, я говорю, на них можно вот, ты получаешь 2400 за год, после года, у тебя уже один круиз бесплатно. Уже один. Даже если ты сам будешь перечислять по 100 долларов, а тут ты выходишь на безоплатное членство, для меня это была сказка, и все время было страшно, что оно вот, это все закончится. Поэтому мы Майкла все время спрашивали, я вот как сейчас помню, как Ирина нам переводила, он говорил, Ирина переводила, он говорил, я, говорит, все просчитал, вы не переживайте, я все-все прочитал. И вот после этого круиза Неля вернулась, она в октябре закрыла директора маркетинга, а я в ноябре. У нас сразу все пошло, мы были настолько воодушевлены, мы были уверены в том, потому что мы видели президента, мы видели Франка Годину, который был со своей семьей на этом круизе, у нас есть же и фото, и все, где мы были в Марсилье, да, потом был Джонатан, был со Стефани, была Маша Шульц, у нас было, были ребята, вот эти молодые ребята, которые сейчас стали бордиректорами, директорами, они совсем еще не были, по-моему, у них никаких квалифик тогда не было, да, Ира, в то время? Ну, только вот Джон, он первый был тоже в клубе, как и я, он зашел, первый из испанской команды, он зашел в январе, чуть раньше меня, на несколько дней, вот, тоже, конечно, он только, он даже позже меня вышел на бесплатное членство, потому что я помню, как Майкл делал первый слайд еще тогда на английских вебинарах, которые я слушала ночью, потому что тогда Майкл проводил только вебинары на английском, вот, и они проходили в три часа ночи, и я не спала, чтобы слушать эти вебинары, вот, сидела, работала еще в Infini, вот, параллельно компании, а ночью, я бы, я по четыре часа спала, не знаю, год, наверное, с тех пор, когда зашла Винкрузес, насколько я была поглощена этим всем, и я слушала каждое слово Майкла, чтобы вот понимать, что происходит, и Джон тогда был, только зашел, то есть мы вот как бы первый, и он тоже был в этом первом круизе, Джон из испанской команды, еще там, да, Маша Шульц, ну, буквально несколько человек их тоже было, ну, и сейчас вот Джон уже экзекьютив-директор, думаю, может, скоро будет тоже бордом, то есть, пожалуйста, вот, после всего, все эти люди тоже остались, все эти люди уже сейчас, типа, которые были с нами в первом круизе, они тоже уже, сейчас на высоких рангах, уже с большими командами, уже очень много круизов за их плечами, уже много встреч, достижений, но, естественно, это все, большой труд за этим стоит, это все не за один день делалось, но если посмотреть назад, три года прошло, да, то кажется, как будто бы один миг пролетел, такой замечательный, красивый, погруженный в постоянную работу, конечно, но, по крайней мере, в то, что нам нравилось делать, то, что нам нравится делать, поэтому, наверное, мы тут и не досыпали, как говорил Майкл, мы здесь открыли еще один клуб в клубе, клуб не спящих людей. Мне надо было на работу 5 утра вставать, а я ложилась в 3, а иногда и это самое. Иногда и стоялась, когда я посплю, куда там посплю, не знаю, выходил адреналин, садилась за компьютер, иногда у меня такое было, прямо в пальто зимой, заходила в пуховике, садилась, включала компьютер, сразу смотреть последнее, что там, последние новости, то, что в скайпе написал, и так просиживала, потом смотрю, уже 12 ночи опять, а я так и не встала, как села за компьютер. Вот насколько вот это меня поглощало, я делала, 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 переводила, ошибалась, неправильно иногда понимала, но я все равно шла вперед, и тоже мне отказывали. Ребята, сколько у меня было отказов, я просто все, отказали, я пошла вперед, я не останавливалась, я всегда знала, что в мире есть все равно такие люди, как я, и я их найду, и они будут. И были такие, которые заходили, вот все, я сейчас сделаю все, и останавливались, вообще ничего не делали, потому что, насколько у людей должна быть цель, что они хотят в этом клубе, вот это самое главное, у меня была цель, одна я ее выполнила, пошла на другую, одна была другая, тоже сбивалась, я помню, в семнадцатом году весной меня тоже занесло в биткоины чуть-чуть, и я месяц болталась, а потом, когда открыла мой бэк-офис, когда посмотрела, что у меня команда настолько выросла, все, я все закрыла, все сказала, больше я не отвлекаюсь, все, я тут же закрыла следующий ранг, потому что до меня дошло, что где я теряю время, тоже вот так заманили, это тоже бывает, я понимаю, но я вам говорю, не сбивайтесь, ничего лучшего нету, это все, я знаю людей, лидеров больших, которые, вот как сетевая компания, как она работает, вот я тут живу в Италии, и может быть, и в России, наверное, также, и в Италии так, я знаю очень больших лидеров, как они работают сетевые компании, они понимают, что пассивный доход сетевой компании бывает нестабильный, все зависит от товарооборота, насколько люди будут покупать их продукты, они создают компания, находят продукт, они все эти сетевые компании в Америке, они делают, там один раз я смотрела видео, на каком-то нам показывали, где делают эти все соки, все, вводят туда вот этот компонент, бреветто, бреветата, и делают на этой основе продукт, он стоит, там допустим, из-за патенту, патентуют его, он стоит, может быть, вообще 6 или 5 евро, но они набивают ему такую высокую цену, чтобы его люди употребляли и продавали, и на этом делают деньги, и сетевики, которые лидеры большие, они понимают, что они раскрутят эту компанию год-два, возьмут деньги, все, их покупают этих людей, которые умеют разговаривать на публику, умеют людей агитировать и умеют рассказывать о продукте, они его продают, уже готовая компания, вот все, и команда их готовая, они эти лидеры, потом их покупают, вот другая компания хочет выйти на рынок, она смотрит, если вы зайдете, вот есть такой сайт, орг, я не помню, оргфронт, где там все сетевые компании, как они делятся, сколько они там зарабатывают, кто лидеры, они заходят туда и ищут там лидеров, они нашли этих лидеров, звонят, и мы же все оставляем свои звонки в интернете, я знаю лидера, из ЖНС, который пришел, чтобы раскрутить Италию, ему заплатили 35 тысяч, сразу заплатили, он ее раскрутил, он был где-то 8-10 месяцев, потом раскрутил эту компанию, он был наверху, заработал хорошие деньги, появились онкоины, он быстренько переключился на онкоины, раскрутил эти онкоины, хорошо сам заработал и ушел оттуда, сейчас он вообще в Малайзии живет, вот так работает, у нас есть на русскоязычном рынке тоже такие лидеры, вы последите, вот если вас приглашают в какую-то компанию, вы посмотрите, где раньше этот лидер был, чем он занимался, что он говорил, я не хочу называть имена, потому что, может быть, потом скажут, но тут в нашем кругу, я думаю, можно сказать, есть такой, вот как Фаннис Хабибуллин тоже, лидер большой, он умеет, у него своя платформа, у него все есть, до этого, где он был, в Жанессе был, он хорошо зарабатывает, он выставлял видео, что все он коины, бифкоины, это не работает, это труха, в конце концов, он нашел такую компанию, компанию, какая-то называется, Гоин или Коин, он там тоже был 10 месяцев, пока ее не раскрутил, раскрутил и ушел, сейчас он ушел опять на продуктовую компанию, ее продвигает, они всегда, эти люди будут наверху, они понимают, что им надо раскрутить продукт до определенного времени, и все, у нас вы посмотрите, какая модель бизнеса, вы выходите от ранга к рангу, вы получаете зарплату стабильную, от тех людей, которые вас в команде, но вы должны каждый раз, вы как, все равно вы не можете постоянно сидеть на этой, и вам надо все время обновлять команду, вы будете же стремиться, когда вы выйдете на 300 долларов, и имея еще пассивный заход, вы будете стремиться выйти на 1000 долларов, и так к рангу к рангу, вы посмотрите на мою историю, что я работая, работая, не, я не работала, я вам честно скажу, что я не, чтобы я прямо не выходила из компьютера, нет, я когда поняла, что скайп уже не для меня, что в интернете надо понять, что надо всегда пользоваться другими инструментами, а у нас они есть маркетинговые, что в клубе, полным-полно, если мы откроем наш сайт, мы найдем, у нас есть презентация, ее только надо правильно дать человеку, вначале с ним побеседовать, а потом дать нашу презентацию, и можно в нашем же тут же проводить, вот как я провожу здесь презентацию в этой комнате, вы тоже можете проводить на одного-двух человек, покажите свою компетентность, изучите маленькие шаги, научитесь что-то одно делать, и покажите. На двух человек здесь можно проводить бесплатно любому партнеру, вот так же, как я. Это отличная уже тренировка, подготовка себя, научиться как проводить презентацию, вот те же обучающие шаги по кабинету, и все, если вы отрепетируете это на троих человеках, вот вы три раза сможете рассказать, вы каждый раз будете шлифовать свою презентацию, свое слово, свои выражения, и свою уверенность, и вам будет каждый раз все легче и лучше делать это. Вот тут ничего сложного, тут просто желание нужно, и настойчивость, и целеустремленность, и трудолюбие. Вот за что люблю Аллу Ющенко, что она очень большая труженица, очень большая труженица, и тоже ее всегда привожу в пример. Ее настойчивость, трудолюбие просто восхищает, и плюс ее дочери Илоны, то есть я очень благодарна им, и снимаю шляпу перед такими людьми, то есть это люди, которые в миграции, в другой стране, и это все знают, так же, как я в Греции. Мы прошли нелегкий путь адаптации, это люди, которые живут в своих странах постоянно, они этого не понимают. Мы прошли, для того, чтобы адаптироваться в чужой стране, мы очень много сделали для самих себя, то есть перейти этот период сложно, но это воспитывает нас, как людей, силой, духой, это дает нам больше проверку, вот мы на наши, если мы трудолюбивые, мы пройдем это, если мы настойчивы, мы пройдем это, если мы не можем трудиться, если мы не ленивые, мы все, сдаемся, и нас жизнь просто сгибает, и мы ничего не добиваемся, а вот тот, кто идет дальше, вот как Алла Ющенко, она трудилась, несмотря ни на что, она делала все для этого, также помогала ей и самой себе, ее дочь Илона Ющенко, которую тоже очень люблю и уважаю, они просто молодцы, представьте себе, что они еще и перевели на итальянский язык этот весь материал, то есть, ну, вы можете себе представить, наши русские люди, русскоязычные люди, мало того, что распространяют, делают рекламу уже как бы готового бизнеса на русском языке среди иностранцев, но они еще и переводят на местные языки и начинают подписывать местных людей первые, вот, и та же Нелли Плингер, которая начала в Германии, на германоязычном рынке, и с нее началась эта команда немецкая, которая сейчас тоже большая, подписывает уже другие страны, то есть, у нас потрясающие люди в команде, почему, потому что они влюбились в это дело, и потому что они изучили это все, и потому что они трудолюбивые, и делают это настойчиво ежедневно, и доносят до других людей со страстью, с любовью, все, ничего тут сложного, ничего нет, вот Алла все правильно говорит, поэтому я очень благодарна и Али, и Илоне, и Нелли Плингер, который вот, ее партнеры, и всем вам, которые, ее команда, и всем вообще, ну, у нас замечательные люди с разных стран, поэтому мы, видите, делимся с вами тем, что, чему мы уже научились, что мы прошли, и показываем просто вам, как это взять, и что с этим делать, пользуйтесь легко. Даллочка, вот. Да, я говорю, надо определиться, то, что я сказала, вот это первое задание, которое вы должны сдать человеку, который зашел в круизный клуб, он должен определиться, он должен понимать, а не такое говорить, у меня нет денег, я не могу аккаунт активировать, вы должны знать сами, исходя из ваших ресурсов, вот это, а не так просто зайти пробовать, не получится бизнес пробовать, надо знать, чего вы хотите, чего вы хотите достичь, или вы со скидкой, или выйти на безоплатное членство, как говорю, как я, я знала, чего я хочу, я понимала, что другие меня обгонят, и перегонят, и еще другие зайдут, новенькие, которые вообще только зайдут, они могут меня обогнать, потому что я уделила, у меня другая была цель, у меня была цель такая, я себе дала такую цель, когда моя зарплата, там, где я работаю, будет в два раза больше, вот тогда я только уволюсь, потому что мне нужна была стабильность в чужой стране, я уже собиралась переехать к дочери, мне надо было вот до этого уровня дойти, как только у меня эта зарплата увеличилась, я еще полгода заканчивала все свои дела там в Бальзану, и переехала осенью к Илоне, с декабря месяца я переехала, и вот мой результат, который на месте я делаю, мы проводим на месте презентацию, уже не онлайн, а оффлайн, из города в город, мы уже переводим сейчас слайды на хорватский язык, у нас и в Хорватии есть люди, есть в Словении, мы это все делаем, все пробегаем на другие страны, и так развиваемся, и то, и другое, времени совсем мало, поэтому я вам говорю, здесь нужно в онлайне, чтобы работать, вы должны определиться, вы должны учиться, и должны понимать, волшебной палочки нет, это тяжелый труд в онлайне, я вам даже покажу, могу, а, нет, не смогу с этого компьютера, другой раз покажу, у меня тоже есть эта страница захвата, но чтобы вы знали, что такое страница захвата Ельбаронка, это сайт, который создается, и на этот сайт приходят люди, но чтобы этот сайт работал, вы должны иметь дополнительные затраты, у вас должен быть рассылщик, у вас должен быть хостинг, у вас должен быть куплен домен, за это все надо платить, это даром не бывает, потом вы должны сделать рекламу платную, потому что бесплатная она не работает, и она стоит очень дорого, это на Яндекс.Директе, это везде, даже в том же Фейсбуке, она вся эта реклама стоит дорого, и потом это очень большой труд, потому что идут еще рассылки, с людьми надо тоже в онлайне, очень тяжело работать, так что это тоже нелегко, и потом нужно платить за этот трафик, надо знать, как правильно составить эту рекламу, чтобы твои деньги не улетели куда-то, это просто надо нанимать человека, которому платить, потому что если ты еще этому будешь учиться, ты еще и год и два будешь учиться, это не делается быстро, у меня много курсов, которых я проходила, чтобы обучаться онлайн, да, я доводила некоторые, но когда я зашла в Инкрузис, я сделала приоритет, что мне легче всего, я бросила свою воронку, свой сайт, все, я перешла на скайп, и он мне дал результат, из тех тренингов, которых я посещала, я привела людей в Инкрузис, потому что люди, сетевики особенно, которые много лет в какой-то компании, они хотят успеха, они там болтаются, и там же сделать товарооборот, это ужасно, сколько много надо, чтобы у тебя было в структуре, и какие суммы товарооборота, вы только подумайте, какая у нас 3000 товарооборота, если вы за 3 месяца сделаете быстрый старт, я не говорю за месяц, донесите вот это до людей, какая ценность наших товарооборота всего на 100 человек, это 5 ваших личных, и 5 по 5 ваших, которых пригласят ваши личники, неужели там так много, если бы нам тогда, когда Майкл давал это, когда мы начинали, у нас не было даже, даже во сне таких быстрых стартов в начале, правильно? Не было, был план маркетинга другой, если бы видели, мы даже не думали об этом, мы просто брали и делали, и просили Майкла переделать план маркетинга, он говорил нам, компания будет расти, вас будут больше, я как сейчас помню, как он нам сказал, не переживайте, вот если вы 3 года будете делать то, что я говорю, и не уйдете, и будете прислушиваться и меняться, потому что я понимала, я, например, для себя сделала понятие, что эта компания на большая конкуренция с другими сетевыми компаниями, потому что у них свой продукт, они за счет цены высокой на свой продукт, которого себестоимость низкая, они на этом зарабатывают, у нас продукт, который на традициональном рынке, и в котором мы не руководим ценой этого продукта, но тут большущая конкуренция и большущие деньги, поэтому то, что говорит Майкл, я всегда принимаю, и знаю, что оно все равно меня выведет на лучший результат, потому что я ему поверила с первого, с первого, да, и потом я понимала это, что я должна меняться, как меняется компания, я должна тоже это все понимать, читать, вдумываться, и он, я помню, Ира, помнишь, как он сказал, три года вы будете в моей компании, будете делать, в нашей компании, Винкрузис, вы посмотрите на свои результаты, какие деньги вы будете зарабатывать, и я уже вижу, сейчас, это большие деньги для Италии, я когда раньше... Так все избылось, это большие деньги не только для Италии, это большие деньги для любой страны, я считаю, для любой страны, потому что такие доходы, как и такие зарплаты, как платят Винкрузис, еще идите поищите, в какой стране платят, может быть, в Америке есть, ну, я имею в виду уже вышестоящих топ-лидеров, да, в Америке платят, возможно, где-то на каких-то работах получают люди какие-то вот такие зарплаты, и то, это еще под большим вопросом. Все остальные страны, ну, зарплаты не такие высокие, две тысячи пять тысяч долларов, может быть, да, редко у кого-то может десять тысяч долларов, но это же все равно ходить с утра до вечера на работу, это все равно где-то еще сидеть в офисах или что-то может быть тяжелое делать, а тут вы у себя дома, это вот какое самое большое преимущество, нам не надо вообще никуда идти, вставать можем в любое время, ложиться можем в любое время, хотим сегодня работаем, хотим нет, вот я работала там целый месяц, вчера у меня день рождения было, я устала уже, я уже все сказала, иду на море наконец-то, и посвятила море себя вчера и сегодня, потому что пришел пляжный сезон, мне все некогда, несмотря на то, что море под боком, поэтому это преимущество мы имеем только вот в онлайн-бизнесе, когда мы можем все бросить и пойти в MLM-бизнесе и пойти сегодня сделать себе праздник или сделать себе выходной, а на других работах вы имеете босса, вы имеете хозяина, который вам будет диктовать, что вам делать, сколько вам нужно делать, и хотите, вам нравится, не нравится, вы все равно должны это делать. Тут вы сами себе хозяин, сами определяете все для себя, и работа интересная, работа просто, я говорю, что на этот бизнес действительно надо смотреть, как на работу, вот каждый день что-то делать, когда у вас больше силы, энергии, настроения, вы делаете больше в какой-то день, когда у вас меньше сил, настроения или возможности, вы можете делать меньше, то есть вы сами регулируете себе этот процесс, и это очень-очень замечательно, и когда вы, чем больше вы будете здесь работать, тем больше вы будете вникать в это все дело, тем больше вы будете знать, и тем больше вам это будет нравиться, тем легче вам будет доносить информацию до любого человека, и тем больше люди будут откликаться на вас, так как и у меня было много возражений, у меня они все подписывались, не думайте, у всех наших, у всех наших лидеров были возражения от каких-то людей, Но главное не сдаваться, главное не отчаяться, главное не останавливаться, главное все равно искать своих людей, ищите тех людей, кто ищет нас и ждет вас. Вот и вы их найдете, так же, как мы нашли своих, и все равно продолжаем, видите, мы не остановились, мы все равно продолжаем что-то делать. Почему? Потому что считаем, что это наш бизнес, это наша работа, и мы должны поддерживать ее в соответствующих рамках, на соответствующем уровне. мы хотим постоянно получать такой доход или выше и для этого нужно поддерживать и вас нашу команду вы наши так сказать партнеры и вы наши сотрудники также как мы у майкла и мы должны смотреть чтобы вы обучились чтобы вы могли дальше действовать и направлять вас помогать то что мы сейчас делаем делиться тем что что у нас уже есть а вы подхватываете каждый уже со своим креативом своим творчеством может внести что-то другое к нам очень много присоединилась новых людей которые что-то чем-то дополнили интересными груз какие-то другие новые презентации со своим видением представили это же людям это интересно пожалуйста делитесь мы всегда открыты для всех вот и вместе мы сделаем намного еще больше и намного еще более интересным этот клуб инкруза свод и сам майкл будет уже как бы радоваться еще больше и думаю будет нас всех вознаграждать еще больше на это мы очень надеемся да вот вот так аллочка так что едем скоро в андорру там встретимся с ними если что-то будет еще новые то с вами поделимся вот спасибо тебе большое за это обучение сегодняшнее думаю что нашим слушателям было интересно вот если нет если какие-то из пожелания то напишите нам здесь или в чатах и мы я думаю будем продолжать дальше да да мы будем продолжать и вот это лидеры должны просто вот эти два слайда которых я написала чтобы это должен знать каждый отсюда это снова основ потом изучение наших плана маркетинга и все что он дает наш план маркетинг и проходить тренинги всегда посмотрите вот этот последний тренинг который был семнадцатого седьмого апреля вот он у нас в кабинете да там есть и другие тренинги все пересматривайте и и завтра обязательно будьте все на тренинге так как завтра майкл будет объявлять некоторые новые изменения в нашем маркетинге немножко будет его изменять вот он уже нас уведомнил региональных директоров и высшие завтра будет объявлять для всех поэтому будем приспосабливаться некоторым новым условиям маркетинга ничего там такого страшного нет есть какие-то адаптации какие-то меняется рынок нужно что-то тоже майкл менять вот но движемся все равно вперед поэтому будьте завтра тоже все на тренинге или пересмотрите потом записи что там будет такого конкретного будем чат еще кидать и дальше уже соответственно и обучение будем тоже немножко преобразовывать и делать наши презентации немножко по-другому согласно новым изменениям нового маркетинга вот вот это как бы такие новости а все остальное это основа основ наше самообучение обучение наших партнеров и мотивациях рост наши мотивации вдохновление потому что вот иногда мы устаем и нам нужно черпать откуда-то снова эту мотивацию вдохновение для того чтобы у нас приходили новые силы новой энергии дальше и откуда мы заряжаемся от нас самих вот иногда я провожу иногда вы проводите на этот а другой проводит презентации иногда мы устаем но слушаем других мы снова вдохновляемся сейчас я послушала аллочку и основа вдохновилась я снова хочу работать увидела что вы тут пишите нам отзывы значит вам интересно было слушать и вы тоже нас вдохновляете поэтому будем двигаться спасибо тебе лочка да я думаю это такие важные моменты вот для самого начала понять то что мы должны передавать нашей команде людям то что у нас продукт который нужен на самом деле всем потому что все когда думают об отпуске все первым делом идут в интернет посмотреть какие есть цены где есть какие предложения и скидки поэтому отпуск со скидкой нужен всем то что нужно людям что показать да какие есть гарантии что это абсолютно безопасно как когда-то мы боялись через букинг что-то покупать билеты на самолет гостиницу боялись что мы приедем а нас не пустят точно так же и здесь сегодня онлайн технологии возможность купить или заказать что-то онлайн переходят все все дальше и дальше в любую область и также формула приведи друга и получи скидку она тоже используется уже сегодня очень многими компаниями которые далеко не сетевые но они используют эту эту формулу сегодня виталий даже есть квитанции за электричество то есть как бы здесь есть возможность если вы приведете друга который подпишется в эту компанию будет платить электричество у него тоже будет какая-то скидка то есть ну скорее всего там первый раз только телевизионные компании телефонная связь приведи друга у тебя тоже будет больше интернет или еще какая-то скидка то есть это формулу используют уже везде даже на самом и букинге у нас тоже есть у каждого уже реферальная ссылка если кто-то другой по нашей ссылке закажет у нас тоже будет скидка на следующий наш заказ в airbnb у каждого реферальная ссылка даже если мы свои квартиры там комнаты никто не сдает но мы пользуемся этими услугами у нас тоже есть ссылка чтобы привлечь другого человека использовать услуги airbnb и букинг точно так же просто у нас изначально решили они для себя наш клуб они нашли нишу то есть они подумали на почему только три процента ездят в круизы такой прекрасный отдых то есть какая причина выяснили что основная причина самое главное то что это отдых элитный это не лоукост это пятизвездочный отдых поэтому соответственно он естественно не дешевый поэтому они решили как мы можем это решить проблему мы попробуем сделать это более доступны чтобы больше людей смогли ездить в эти путешествия вот они придумали систему клубную систему вот и все то естественно их система должна была отличаться от турагентстве от туроператоров поскольку тогда бы они стали просто еще одним туроператором или еще одним турагент которых уже и так много поэтому они придумали для себя идею бизнеса поэтому естественно мы не можем как в других сетевых компаниях раздуть цену продукта объяснив что он лучше чем он лучше но когда себестоимость его все равно низкая но зависит дальше от от умения маркетологов найти преимущество это как бы рассказать и может быть маркетинг план сделать какой-то выгодный для начала да вот ну сама себестоимость продукта низкая нам не нужно доказывать что у нас продукт лучше он потому что он известный он на традициональном рынке но у нас другая возможность именно получить этот продукт да отпуск со скидкой вот это показать людям а гарантии уже есть у нас и trust my travel гарантии и уже отзывы на разных языках и видео и в ютубе уже на любых языках найдете в интернете фейсбуке в ютубе людей со всего мира то есть уже сомнений того что через клуб люди все-таки круизы покупаются никуда и деньги не деваются и они откладывают и круизы покупают уже таких сомнений тоже нет это могли быть вот у вас кто начинал самого начала когда вы до вашего первого круиза вот тогда вот нам было интересно что же это получится попробуем вот а поэтому продукт у нас есть который нужен всем потому что все ищут отпуск со скидкой вот и все поэтому кто-то просто сразу более доступно поехать такой шикарный отдых причем у нас очень выбор большой мы не ограничены ни в направлениях ни в сроках ни продолжительности нашего путешествия у нас нет ограничений мы все выбираем сами да нужно планировать немножко заранее за два за три месяца потом у нас есть возможность очень много людей которые тоже сначала хотят попробовать посмотреть вот а мы сначала будем копить поедем свой круиз потом будем рассказывать кто-то хочет обязательно своем эти опыте рассказать ну пускай человека есть выбор пустак ну многие из таких людей все равно через несколько месяцев как бы видят что они же все равно за это время знакомиться с другими людьми в наши чаты информативные вступают видят сколько людей уже ездит и они тоже начинают думать я буду ждать еще полгода пока я поеду в круиз я уже расскажу уже вот вижу сколько людей вот знакомых ездит и поэтому они также начинают стремиться стать безоплатным членом клуба потому что для семьи почему бы нет хотя бы один аккаунт потом те же 100 долларов вот и второй аккаунт семей два аккаунта вот и 4800 у вас в год на круизы и так постихоньку даже кто не рассматривает это изначально как свою какую-то основную деятельность она может постепенно перерасти постепенно статика в какой-то доход постепенно бонусов накопить пригласив стать безоплатным членом клуба да потом мгновенные бонусы накопить и потом оставить их пользу использовать их во время путешествия там пакеты на напитки или там экскурсии кто как хочет сувениры на на что угодно поэтому у вас и круиз безоплатный плюс бонусы которые вы можете наличку использовать во время путешествия кто-то так для себя видит цель да у него есть своя там любимая работа основная деятельность но почему бы не использовать возможность путешествовать со скидкой вот ну а кому интересно нужен доход ну естественно тоже все возможности есть и главное что нас на самом деле любой человек нам не нужно быть каким-то профессиональным сетевиком у нас таких мне кажется очень мало на самом деле если рассматривать всю команду у нас вот основном все развитие вот и произошло обычные люди которые увидели возможности начали это все учиться развивать вот поскольку и путешествует все-все-все любят люди у нас у всех менталитет любознательный любопытный мы все любим путешествовать естественно мы хотим больше путешествовать поэтому за те же деньги вот мы готовы с удовольствием совершим два путешествия чем одно используя условия клуба вот а касательно маркетинга естественно первый год это были одни условия поскольку также прогнозы самого клуба когда они они же каждый год вот наши 15 линий и ассоциации клея тоже нужно каждый год с ними делать соглашение первый год естественно они не могли предположить какие будут объемы как будет развиваться это все естественно невозможно было какие-то говорить условия первый год круиза вилона первый года он переживал он пробовал их он купил их за свои деньги наперед и он пробовал как пойдет не пойдет будем ли мы как это пойдет они не могли сразу обещать приехали он просил нас я нуждаюсь вашей помощи как сейчас помню помощи чтобы дальше были со мной чтобы заказывали круизы все будет хорошо мы говорили хорошо майкл вот мы будем мы будем мы готовы тебе помочь вот вот так было бы так все начиналось и после этого мы просили нам нужен сайт русскоязычный говорит а вас мало совсем говорит так вы посчитайте сколько нас не в тех которые в россии живут а сколько нас русскоязычных и они тогда согласились помните года он никак не хотел идти на то чтобы чтобы дать добро нам перевести сайт просились уже этот сайт переводить после того как у нас было там не помню 500 человек у нас было всех русскоязычных или 250 кажется только 250 50 никак я три раза написала письмо ну пожалуйста поэтому естественно нужно понимать что эта компания живая она не статичная она развивается продукт у нас который на традициональном рынке нам не нужно доказывать его преимущества поскольку все знают что это шикарный элитный отдых выбирай себе сам корабль и так далее вот но естественно с развитием рынка немножко маркетинг может меняться все время бонусы какие-то тоже вот вели мэчинг бонус которого раньше не были потому что поняли что людям нужно помогать что есть много людей которые работают с командой а пусть они будут заинтересованы помогать своей команды чтобы не было конкуренции среди как бы близких а чтобы были маленькие команды чтобы они работали вместе потому что вместе всегда легче и ну и веселее тем более вот потом групповых круизов у нас не было да вот были только вот те которые вот они сами организовали с этого года у нас уже и это есть у нас уже этот список есть круизов которые мы можем поехать своей командой кроме того когда вот копить и первым делом естественно мы сами для себя хотим использовать продукт для своей семьи для своих путешествий а так еще есть возможность командой маленькой своей поехать вот поэтому конечно маркетинг план он периодически меняется и он будет меняться вот это тоже нужно понимать естественно всегда они главное что нужно понимать что понимаете что они для себя смотрите как развивается клуб они все равно будут делать даже сами для себя выгодные условия поскольку если они не будут делать выгодные условия людям будет невыгодно сюда заходить они же не будут сами свой бизнес рубить естественно нет поэтому круизы всегда здесь будут выгодные всегда будут доступны и всегда будут оставаться выгодные условия стать безоплатным членом клуба поскольку новый партнер он стал сам безоплатным он привел новых пять человек в клуб вот а дальше конечно какие-то выше там что-то периодически это меняется что-то новое вводится что-то другое какие-то изменения придумываются поскольку естественно смотрят за тем как как развивается компания и какие у них до этого были планы мы же не знаем какие у них были прогнозы какой у них был бюджет как они рассчитывали на развитие куда они могут выплатить куда они могут потому что сто процентов это только сто они не могут превратиться в сто пятьдесят только наши круизные доллары поскольку цена у нас для для публики а скидка у нас настоящая есть вот а настоящие деньги они просто таких клуб на что же нарисовать не может и раздавать и за восстается как бы статичная да а количество круизера и партнеров растет круизера в частности да поэтому чтобы всем хотел эти круизы долларов нужна четкая математика конечно же это математика естественно поэтому им нужно все это учитывать мы не знаем какой там у них бюджет на что они рассчитывали они знали определили лидерские бонусы которые они ограничили поэтому они знают за такой объем они могут платить такой лидерский бонус за больший объем они могут платить больше лидерский бонус и так далее вот и все поэтому вот это главное как бы да конечно изменения вот они и были изначально и не будут но самое главное то что всегда будут оставаться поскольку это именно то что помогает им самим развивать свой клуб, это именно круизный отдых, доступный или вообще в подарок, за то, что пригласили 5 клиентов в клуб. Вот самое главное. Вот и по поводу марафона хотела сказать, не все зашли в этот турбомарафон, его закрыли, поэтому я открыла другой чат, турбомарафон для тех, кто не успел, и те задания, которые будут давать там, мы будем копировать, я буду копировать и давать в этот другой марафон. Кто подготовленный, может пользоваться этими инструментами онлайн, пожалуйста, заходите, я буду все это копировать, что в том чате, в этот чат перебрасывать, и вы уже делайте все самостоятельно. Но я вам скажу сразу, всякие марафоны, все, оно дает символ, вы работаете в компании, вы можете знакомиться с другими марафонцами, вас всегда чему-то кто-то научит. Это даром никогда не проходит, так что даже если вы ничего не знаете, посидите, потусуйтесь, на другой марафон уже будете более опытными. Решайте сами, что вам нужно и как вы можете, и кто работает оффлайн, тоже вы должны определиться и найти для себя ваши инструменты, личные инструменты, то, чем можете вы пользоваться, что вы можете, как вы можете свой клуб рассказать. Значит, пользуйтесь, у нас можно все документы скачать на нашем сайте, где есть готовые флайеры, есть все, есть все, которые мы, и лидеры это знают, и ваши лидеры пусть до вас донесут, чем они пользуются в оффлайне. Потому что мы все имеем уже, не надо изобретать велосипед, что-то новое, скачайте красиво, ламинируйте и изучите. Главное, чтобы вы сами определились, что вы хотите, и вы должны выучить, вы обязаны, если вы хотите иметь бонусы, если хотите зарабатывать, вы обязаны знать, что такое наш план маркетинг и все его преимущества. И быть готовыми, так как мы, Ирина и все другие, мы с самого дня нас нацелили на то, что мы будем изменяться. И я все это принимаю и иду вперед. Я понимаю, если я изменяюсь, значит изменения всегда пойдут к лучшему. И это действительно доказано. Вначале мы пугались, когда нам убрали вот стимул круизы, были только не для всех, а где был глобал, переименовали его сейчас вот в букинг, где 5000 круизу мы тоже боялись. Оказалось, что это очень-очень классно. И я думаю, что если даже изменения в маркетинге будут, значит они дадут стимул большущему росту тем, которые зашли. Так что на сегодня все. Обращайтесь своим лидерам в чат, что кому еще какие-то вопросы нужны, как вы хотите работать. Формируйтесь так. Вот ваш лидер есть верхний, потом идет маркетинг-директор. От маркетинг-директора есть ключевые партнеры, у которых закрыты пятерки. Работайте вот так. Ты закрыл пятерку? Поделись, как ты закрыл. Что ты говорил? Потому что особых нету таких скриптов, которые вы должны держать, памяти волшебные, и которых вы будете привлекать людей или возражения. Вам возражения не нужны будут. Человек не будет вам задавать возражения, если он поймет то, что вы ему расскажете. Если вы ему расскажете правильно, значит он поймет. Если вы ему не рассказали правильно, значит он не поймет. Ему не нужны возражения. Вам не надо на веревке сюда никого тянуть. Человек сам должен загореться этим. Вот если он загорелся, он сюда зайдет и не уйдет никогда. Как я, как Ирина, как другие. Все правильно. Поэтому зажигайте факел сначала внутри себя, а потом с этим факелом выходите к другим. А вы подхватим все вместе и будем нести дальше. И замечательная идея этого марафона. Спасибо вам, Алла. Спасибо, Илона. Спасибо, Нелли. Спасибо всем, кто хотят подхватить. Присоединяйтесь. Будем. Это отличная идея. Можно проводить такие марафоны часто. Может быть, даже каждый день по очереди подключать новых людей, других лидеров. И кто-то берет эстафету. Я помню, когда-то мы в одной компании так делали. И это очень-очень заводит людей. И, кстати, можете и новичков так включать. Пусть они послушают, о чем говорят. Пусть вникают. Это тоже хорошая тренировка и вас, и для них информация, поступление какой-то информации. И также они видят, что тут присутствует много людей. Значит, раз интересно многим, то почему это будет неинтересно мне. Раз другие здесь хотят быть, значит, возможно, тут выгодно быть. Понимаете? То есть масса, она действует на массу. Даже на одного человека. Вот. И замечательно. Будем продолжать, надеюсь. Если вам понравится, пишите отзывы, пишите ваши отзывы в чате. Пишите предложения или вопросы, какие вы хотели бы еще, чтобы мы осветили. Мы будем приспосабливаться. Спасибо, Ирина, большое, что ты в нашем чате, что пришла. И жителей Казахстана. И всех хочу поздравить с их праздником Рамадан. Спасибо, что они пришли. Желаю вам здоровья. Я не знаю, что желают, но я желаю здоровья, успеха, процветания вашим семьям. Всего самого хорошего. Да, я тоже от себя. Я была в Казахстане в прошлом году, в Алматы. В Казахстане еще не была. Очень мне понравилось. Очень доброжелательные люди. Покорили меня своей дружбой, своей сплоченностью. Вот. Поэтому вот этот дух нужно, чтобы они перенесли в Винкрузис для нас всех еще. Вот. И воссоединили. Помогли нам всем воссоединиться. Так как мы это когда-то начали, а сейчас это уже должно идти на мировом уровне. Спасибо всем вам. Все. Спасибо. До свидания. Обращайтесь своим лидерам. У вас в Казахстане есть Гульмира, которая, когда зашла в Винкрузис, она мне задавала 10 тысяч вопросов. Я не успевала на них отвечать. И потом я эти все голосовые ее сообщения переслала моей Илоне. Говорю, Илона, вот послушай все ее вопросы. Мы должны их выучить. И вот это лидер у нас. У меня в компании появился лидер. Видишь, какие вопросы она умные задает? Какая умница? И я вижу результат ее. Так что... Таких людей, которые задают много вопросов, это значит, что они вникают в бизнес, да, в глубину. Им будет это. Им интересно, значит, они будут тут точно работать. И будут работать по максимуму. Поэтому если есть такие лидеры, как Гульмира, то бизнес будет только процветать. Все. Спасибо всем вам большое. И до свидания. До свидания. До следующей встречи. Спасибо, Ирина, Нелли и все остальные. До свидания. Счастливо. Спасибо. Спасибо. Всем удачи. Илона, как это, стоп, сделать это видео? Спасибо. 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 Спасибо.